Время новостей на телеканале Север, студии Василий Ктензейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В Новый год с новыми тарифами. Стоимость проезда на судах Северной транспортной компании Заполярного района на маршрутах общественного транспорта на Ринмарского АТП повысилась в новом году. Пожары, ДТП с материальным ущербом, праздничное застолье со смертельным исходом. Новогодние каникулы в округе не обошлись без происшествий. Дети из отдаленных сел и кочевий начали возвращаться к месту учебы. 10 января первый школьный вертолет взял на борт школьников из Индиги, Влучейского, Снопы, Омы, Нижней Пеши и доставили их в Наринмар. И в начале выпуска сводка происшествий за минувшие праздники. Чем обернулись новогодние выходные для жителей Ненецкого округа в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Три возгорания было зарегистрировано за новогодние праздники в сельских населенных пунктах. Это Великовисочная, Красная и Нижняя Пеша. В 2022 году у нас произошло два пожара. Один пожар произошел еще в прошлом году, 31 декабря. И касаясь статистики, по прошлому году, вот в прошлом году за этот же период произошло 7 пожаров. Ну, к счастью, пострадавших и погибших что в этом году, что в прошлом году не было за весь период прохождения новогодних праздников. Ну, а причины, как всегда, у нас банальные. Это неосторожность при эксплуатации печного отопления. То есть это возгорание бань, перекалы трубы, оставление без присмотра. Подобные причины. Что касается обстановки на дорогах, то с 31 декабря по 9 января было зарегистрировано 13 ДТП с материальным ущербом. В праздничные дни на территории Ниньского коммунного округа произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Одно дорожно-транспортное происшествие произошло на зимней этой дороге с пострадавшими. Дорожно-транспортное происшествие произошло между снегоуборочной техникой и легковым автомобилем. В данном ДТП водитель легкового автомобиля получил ранение. Ему оказана первая медицинская помощь. 12 дорожно-транспортных происшествий произошло с материальным ущербом. В основном это такие виды ДТП, как столкновения и наезд в настоящие транспортные средства. Для безопасности жителей региона во время проведения праздничных мероприятий на центральных площадях города и поселка Искателей был организован патруль, контрольно-пропускные пункты, также перекрыто движение с помощью тяжелой техники. Народные гуляния, посвященные празднованию Нового года и Рождества, на территории Ниньского автономного округа прошли без нарушения общественного порядка и иных чрезвычайных происшествий. Общественный порядок и общественная безопасность обеспечивались сотрудниками УМВД России по Ниньского автономному округу совместно с коллегами из Управления Росгвардии по Ниньского автономного округа, членами добровольных народных дружин округа и представителями частных охранных структур. В период с 31 декабря по 9 января в дежурной части окружной полиции зарегистрировано 208 сообщений, из них 9 с признаками преступлений, среди которых нанесение телесных повреждений, каражи, управление транспортным средством, состояние алкогольного опьянения, а также неправомерное завладение транспортным средством. Праздничное застолье закончилось летальным исходом для одного из жителей региона. Так, 8 января в подъезде дома по улице Пионерская в городе Наринмаре обнаружено тело 36-летнего местного жителя со следами побоев. По предварительным данным, причиной смерти стала механическая асфиксия. В ходе следственно-оперативных действий по подозрению в убийстве задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 33-летний знакомый потерпевшего. В ходе допроса подозреваемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что с нового года у него дома употребляли спиртные напитки. 4-5 января между ним и потерпевшим произошел первый конфликт, так как последний все время просил у него сигареты, а сам не покупал. В порыве гнева он ударил его руками по лицу, потом они помирились и снова стали выпивать. 7 января текущего года они вновь поругались из-за сигарет, он схватил потерпевшего рукой за шею, а второй стал наносить удары по лицу. После того, как на следующий день проснулся, то обнаружил, что потерпевший находится на лестнице в подъезде и не подает признаков жизни. Содеянным раскаивается и убивать его не хотел. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. 26 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выявили у жителей Заполярья за длинные новогодние выходные. 75 пациентов прошли курс лечения и выздоровели. Зафиксирован один летальный исход. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3524 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3372 человека. В регионе зарегистрировано 87 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории, уровня референс находится 59 человек. Еще у трех пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом ИФА. В целом на лечении в регионе находится 62 человека. Из них стационарное лечение получают 20 человек, амбулаторное – 42. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 632 человека, близко контактировавших с заболевшими. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Посты эпидконтроля в аэропорту Наринмара на посадочных площадках Нижней Пёше, Оми и Неси. Обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. А также постановление главного государственного санитарного врача ПАНАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Глава региона Юрий Бездудный провел первое в этом году большое оперативное совещание. На нем подвели итоги работы медиков, спасателей, дорожных и коммунальных служб. В ходе планерки отчитались профильные заместители и руководители ведомства. Далее все подробности. Новый 2022 год в Ненецком округе начался с метели. И за первые три дня января только в Наринмаре выпала почти полумесячная норма осадков. Так, с проблемами столкнулись и жители поселка Красное, которые 1 и 2 января не смогли выбраться в окружную столицу. На помощь даже пришлось отправлять спасателей. В Наринмаре коммунальщики и дорожники работали в три смены. Транспортные артерии удалось привести в порядок. А вот с дворами и тротуарами дела обстояли не так радужно. Невозможно было пройти через мост по пешеходной дорожке. Дорога была почищенная, но пешеходная справа и слева, вот на мосту, они не были почищены. Сам проходил там, ну а как пройти мамочке с коляской? Поэтому я обращаю внимание ваше, департамента и подрядчика. Чистить нужно не только дороги. По дорогам ездят автомобилисты, а люди ходят по пешеходным, по тротуарам, по пешеходным дорожкам. Поэтому прочищать нужно все, и это нужно контролировать. Но у нас есть мамочки с колясками. То есть, Олег Ануфрич, обращаю тоже внимание чистого города, хорошо, что все дороги убраны. Это видно, что дороги убраны, транспорт движется, общественный транспорт ходит. Но нам очень важно, чтобы люди, выходя из подъезда, тоже не попадали в снежные эти заносы. Чтобы они могли совершенно спокойно выйти, сесть в машину или отвезти ребенка в сад, в школу. Обращаю внимание, содержание дворов и тротуаров, чтобы люди могли нормально ходить по городу. Об инцидентах на объектах ЖКХ в селах в новогодние праздники доложила глава администрации Заполярного района Надежда Михайлова. Всего их на селе было зарегистрировано 10 единиц. Шесть из них по электроснабжению. Срок устранения занял от минуты до часа. Кроме того, зафиксировали четыре инцидента по теплоснабжению. Один в Каратайке и три в поселке Амдрама. Ситуацию удалось стабилизировать. Хотел бы отметить, что совершенно правильное было решение оставить там специалиста на дежурство на все эти праздничные дни. Потому что, конечно, до Амдрамы не налетаешься на вертолете по каждому инциденту. А здесь был человек, который мог заниматься устранением этих инцидентов непосредственно на месте. И это очень важно. И люди, надо полагать, тоже это чувствовали. Что есть специалист эксплуатирующей организации, которые находятся непосредственно у них. Не где-то там за три часа лету, а непосредственно там на месте. Поэтому решение было абсолютно правильное. На будущее предлагаю ровно так же делать. Держать там человека, да, пусть там на дежурстве, менять его. Но так, чтобы он там находился в такие вот праздничные выходные дни. Для того, чтобы оперативно устранять инциденты. Также в ходе совещания шла речь о проведении капитального ремонта школы, работе образовательных учреждений после каникулы, проведении в Ненецком округе мероприятий года культурного наследия. Об этом мы расскажем в следующих выпусках новостей. Алина Ваучейская, Алексей Орлов, Телеканал Север. С 10 января в России ужесточаются наказания для любителей быстрой езды на дорогах. Вступил в силу закона введение штрафов до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до трех лет за злостное нарушение правил дорожного движения. В Уголовном кодексе Российской Федерации появилась новая статья, которая вводит ответственность за превышение скорости свыше 60 км в час, а также за выезд на трамвайные пути встречного маршрута или на полосу встречного движения. Ответственность наступает в отношении водителей, которые ранее дважды подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение и были лишены водительских прав. К санкции в таком случае предусмотрены в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей или в размере доходов, осужденного за период от года до двух лет, обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ или же лишения свободы на срок до двух лет. Одновременно приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Если нарушителя уже привлекали к уголовной ответственности по новой статье, у него есть неснятая или непогашенная судимость, и он снова злостно нарушил ПДД, штраф для него уже составит от 300 до 500 тысяч рублей. Также ему могут быть назначены исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Также в качестве альтернативных видов наказания предусматриваются ограничения свободы, принудительной работы или лишения свободы на срок до трех лет. В этом случае приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Действие новой статьи Уголовного кодекса не распространяется на нарушения, зафиксированные дорожными камерами. Изменения в налоговых вычетах и индексация материнского капитала. Какие еще изменения ждут россиян с начала 2022 года? Индексация материнского капитала будет рассчитываться по фактическому уровню инфляции. Теперь размер материнского капитала будет ежегодно пересматриваться до 1 февраля. Исходя из индекса роста потребительских цен, за предыдущий год сейчас сумма выплаты составляет 483 тысячи рублей на первого ребенка и 639 тысяч рублей на второго. Начиная с 1 января 2022 года, оформить брак, развод или получить свидетельство о рождении ребенка можно в любом ЗАГСе, не обязательно по месту прописки. В России продолжится переходный период повышения возраста выхода на пенсию по старости. В первом полугодии 2022 он составит 56,5 лет для женщин и 61,5 год для мужчин. При этом, если женщина имеет трудовой стаж 37 или более лет, она сможет выйти на пенсию, как и раньше, в 55 лет. Мужчинам, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь трудовой стаж не менее 42 лет. С 1 января неработающие пенсионеры, проработавшие в сельской местности 30 и более лет, получат право на повышенную пенсию, независимо от места, где они живут сейчас. Это касается прежде всего тех, кто переселился в город. Вместе с изменениями величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда с 1 января вырастут ряд выплат на детей. Так, повышение затронет пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет. Кроме того, индексация затронет ежемесячные выплаты малобеспеченным беременным женщинам, а также на детей до 3 лет, от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Их точный размер устанавливается индивидуально в каждом регионе. С начала 2022 года уходит в прошлое бумажный листок нетрудоспособности, а электронный больничный станет обязательным. Врач будет подписывать его электронной подписью и размещать в информационной системе Фонда социального страхования, предоставляя пациенту выписку с номером цифрового бюллетеня. С начала 2022 года россиян ждет снижения ряда налогов. Кроме того, появится новый вид налогового вычета на физкультурно-здоровительные услуги. Первым родившимся жителем НАУ в 2022 году стала девочка Ясмина. Малышка с необычным и красивым именем появилась на свет в 3 часа 5 минут 1 января. Девочка ростом 53 сантиметра и весом 4 килограмма 450 грамм стала третьим ребенком семьи Таркиных. Как рассказали в интервью информационному агентству НАУ-24 родителей новорожденной, имя Ясмина оказалось единственным, которое понравилось обоим супругам. Кроме того, она не такая распространенная, как другие имена. Еще одна девочка появилась на свет у жительницы Тундры. Как сообщается на официальной странице Наринмарского авиаотряда ВКонтакте, 3 января медики и авиаторы вылетели в оленевоческое остобище в район Вашуткинских озер, чтобы доставить в окружную больницу роженицу. Всего за праздничные дни на свет появилось 14 малышей, 6 мальчиков и 8 девочек. Самый крупный ребенок, как и полагается, мальчик весом 5300 и ростом 60 сантиметров. Самая миниатюрная девочка – 48 сантиметров и 2 килограмма 890 граммов. Детей из отдаленных сел и кочевий начали возвращать к месту учебы. 10 января первый школьный вертолет выполнил рейс по маршруту Наринмар-Индига в Учейский с Напа-Ома-Нижняя Пеша-Наринмар. 11 января из Бугрино должны вылететь ребята, улетевшие домой первым рейсом. Также планируется рейс за детьми из Уськары и Каратайки. 12 января в Наринмар прилетят ребята из Бугрино. Второй рейс. 13 января школьный вертолет соберет детишек в Уськару и Каратайку, а утром 14 января ребята из Варнака вылетят в Каратайку из школы Наринмара. Этот же рейс перевезет ребят из Харивера в город. 16 января планируется вылет за ребятами Шойны, Киев, Чижи, Неси и Коткина. Этот же рейс доставит школьников из Киев в Шойну и с Чижи в Несь. Всего за несколько дней планируется перевезти порядка 200 детей. С 10 января северная транспортная компания будет возить пассажиров по новому расписанию и по новым тарифам. Увеличилась в этом году и стоимость проезда в общественном транспорте в Наринмаре. Стоимость проезда на 2022 год по маршрутам муниципального предприятия Заполярного района утверждена приказом Управления по государственному регулированию тарифов и цен Ненецкого автономного округа. Билет из Наринмара в Тельвиску подорожал на 10 рублей и теперь будет стоить 200 рублей. Проезд по самому длинному маршруту город Наринмар, село Коткино, подорожал на 160 рублей и будет стоить 4330 рублей. Информация о стоимости проезда и новом расписании движения пассажирских судов северной транспортной компанией размещена на официальном сайте Заполярного района и на сайте предприятия. В новом году также выросла стоимость проезда пассажиров и перевозки багажа на маршрутах общественного транспорта Наринмарского АТП. Стоимость проезда без предоставления льгот теперь составляет 42 рубля. С 1 января номинал Пушкинской карты, с помощью которой молодые люди от 14 до 22 лет могут приобретать билеты на культурные мероприятия, за государственный счет увеличен с 3 до 5 тысяч рублей в год. Кроме того, с 1 февраля расширяется список таких мероприятий. Так, со следующего месяца Пушкинскую карту станут принимать не только в театрах, музеях и концертных залах, но и в кинотеатрах, при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. В течение года на посещение кинотеатров можно будет потратить до 2 тысяч рублей. Напомним, Пушкинская карта – это специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счет таких карт направляет государство. Эта программа была запущена в 2021 году по инициативе президента России и стала очень востребованной. Всего за 4 месяца в ней приняли участие более 3 миллионов человек. Было куплено билетов более чем на 2 миллиарда рублей. В Ненецком округе прошли традиционные рождественские богослужения. В ночь с 6 на 7 января в Богоявленском соборе божественную литургию отслужил епископ Наринмарский Мизинский Яков. Рождество, как и Пасху, принято встречать торжественно. Ежегодно 7 января в более 100 странах мира православные христиане празднуют Рождество. Праздник Рождества Христова посвящен событиям двухтысячелетней давности. Именно в то время в Вифлеем пришли беременная Мария с мужем Иосифом. Мест в гостиницах Вифлеема на тот момент не было. Поэтому от безысходности они заночевали в пещере, предназначенной для скота. Там и появился на свет Иисус. Для каждого православного христианина праздник Рождества Христова является один из самых главных. Именно на ночном богослужении прихожане делятся между собой радостью и приобщаются к большому светлому празднику. Ну, во-первых, это один из величайших праздников для нас, для православных христиан. Мы празднуем обычно традиционно, собираемся родственниками, друзьями. Традиционно православные христиане готовятся к Рождеству заранее за 40 дней. Для полного восприятия праздника прихожане держат пост длящийся с 28 ноября по 6 января. Так они приносят Господу свои духовные дары. Готовимся, ну, наверное, не так тщательно, как хотелось бы. Ну, во-первых, стараемся, конечно, по возможности бывать чаще в храме, молиться, ну и, конечно, готовить традиционные блюда, приглашать гостей. Помимо празднования Рождества Христова, православные посещают храм и в свободное время. Также стараются придерживаться и других праздников. Мы просто пришли в церковь с дочкой, мы ходили позавчера. А какие еще православные праздники отмечаются? Ну, обязательно Пасху отмечаю. Сразу после Рождества Христова у православных начались святки. Они продлятся до 19 января. Ну, а по окончанию этого периода верующие отметят еще один праздник – Крещение Господне. В храме пройдут торжественное богослужение. Кроме того, все желающие смогут окунуться в освященную Иордань. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Это вся информация к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.